Открытая трибуна. Каким должен быть бюджет Украины на 2017 год? Я считаю, что бюджет должен быть достойным. Для того, чтобы покрыть пенсии старикам, чтобы студентам стипендии повысились, чтобы они были всегда, всем нуждающимся, на все соцобязательства или соцслужбы, чтобы все люди могли достойно не голодать, не нищенствовать. Мне кажется, он должен быть в полной мере таким, чтобы покрывал все расходы нашего города на все потребности, которые мы имеем. То бишь, если нам государство выделило на устаткование до Рих, будем по-украински уже говорить, то полностью должно доходить до нас эти средства, а не то, что по дороге потеряется половина, а потом скажут, что не хватило. Мне кажется, деньги, которые выделяются государством полностью на все сферы деятельности, должны доходить в полной мере. Какая сумма? Я не знаю. Сумма конкретно, которая покроет все расходы, а не половина, которая затеряется в карманах чиновников. Я думаю, определенной цифры нету, но, соответственно, должен покрывать стипендию студентам, пенсионерам пенсию, коммунальное хозяйство. Сто триллионов. Да. Ну, на ремонт дорог, потом стипендии, субсидии, пенсии, самое главное, потому что сейчас жить невозможно. Да. И военные силы. Хотелось бы видеть бюджет Украины на 2017 год, чтобы он был социально защищен. Чтобы хватало денег на медицину, на образование, на людей с низким доходом, чтобы как можно больше средств выделялось на субсидирование. И, как ни парадоксально, чтобы как можно средств меньше выделялось на оборону. Почему? Потому что пора уже с этим заканчивать. Лучше пускать эти все средства на нормальную жизнь в Украине. Ну, тогда и толк будет больше. Для того, чтобы экономика работала. Будет работать экономика, будут деньги в бюджете. Бюджет 2017 должен, в первую очередь, на мое мнение, покрывать социальные расходы. Такие, как помощь малообеспеченным, выплаты мамам по угоду за ребенком. Также, ну, более расширено на медицину, медицину профинансировать. Ну, и помощь семьям, которые постраждали от АТО. Вот это, ну, мое мнение такое. Прежде всего, малообеспеченных и социальные сферы. Это прежде всего. На них нужно обратить внимание. Ой, дай бог, чтобы только хотя бы это покрыть. Чтобы хотя бы дети и старики у нас были, как бы сказать, уверены в завтрашнем дне. Бюджет 2017, я вижу в направлении, правильное направление его, забота о людях, народе, который населяет, больше внимания этому уделить. Вот, и в бюджетной сфере, естественно, соответственно. Ну, и социальная сфера, она немаловажна. Потому что сейчас настолько народ зажат, будем говорить, теми финансовыми трудностями, которые связаны с оплатой коммунальных услуг. Сферы, там, поставки электроэнергии, газа и, в общем, вот этих вот всех направлений. Что я не знаю, как вот сейчас выживают бабушки эти пенсионеры и там, и все, и не знают, куда они эти деньги приткнуть. Я так думаю, что, скорее всего, надо развивать все-таки молодежь, потому как им сейчас очень проблематично найти достойную работу, а зарплата в 2-3 тысячи, я думаю, никого не устроит. Поэтому молодежь сейчас отучилась, и они не знают, они идут там куда-то грузчиками, дворниками работать. Открытая трибуна.